Это у нас витражная техника, точечная, вот техника точечная, и вот смотрите, это рождение, рождение Христа. По этой выставке можно ходить часами и не только из-за количества работ, их более 500, но и оценивая высокий уровень мастерства участников конкурса «Рождество Христово-2022». Даже членам комиссии нередко приходится гадать, из чего сделано то или иное произведение искусства. Иногда мы тоже так удивляемся, не знаем, что это такое, начинаем как у нас, ну специалисты, начинаем рассматривать, из чего же это сделано. У нас опытные специалисты, поэтому мы рассматривая, уже понимаем, из чего это сделано, но техники разные. В 21-й раз проводится конкурс, посвященный одному из важнейших христианских праздников. Этим продиктована и тематика работ. В комиссию входят не только профессиональные художники и искусствоведы, но и священники. И не только уровень мастерства, но и идея имеет огромное значение. Были работы просто очень необычные. Они так открывали этот праздник и восприятие этого праздника, что вот несмотря на, может быть, низкую какую-то или не очень высокую художественную ценность, но сама идея, сам посыл был столь оригинален, что мы их делали, вот занимали не первое место. За долгие годы в конкурсе приняли участие тысячи жителей Ленинского городского округа. Самому юному участнику пять лет, самому взрослому семьдесят шесть. И организаторы, которым приходится ой как нелегко, делают так, чтобы никто не ушел без награды. Каждая работа, детская особенно, вот хочется, чтобы она была отмечена. И, вы знаете, прямо сердце крови обливается, когда вот работа чуть-чуть не дотягивает до призового места. Но вот у нас утешительный всегда приз такой, мы непременно делаем спектакль. Каждый ребенок, каждый участник получает в качестве подарка спектакль и сладкий подарок. Принять участие в конкурсе любой желающий может и сейчас. Подведение итогов еще не началось. Так что, если вам не безразлична эта тема и вы чувствуете в себе творческие силы, дерзайте. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение следует...